Здравствуйте, в эфире новости в студии Ирина Зайцева. Сегодня главная тема выпуска. Работа в условиях пандемии в муниципалитете продолжает проверять предприятия на соблюдение мер безопасности. Преступления на 40 градусов из супермаркета в поселке Оболенск украли алкоголь и лимонад. В 34 ровных участка в Серпухове продолжается ремонт дорог и тротуаров. Как соблюдает санитарные нормы и правила безопасности, 250-й завод железобетонных изделий в период пандемии накануне проверила заместитель главы администрации Серпухова Елена Ситракова. Оценку эффективности принимаемых мер выставляли при участии нашей съемочной группы. Сотрудники на производстве, логистическая служба соблюдает все гигиенические и профилактические меры. Такую надпись можно увидеть на главном сайте предприятия. Соответствует ли это фактической ситуации, выясняем на месте. Представители администрации Серпухова и нашу съемочную группу на проходной встречают с термометром. Такую процедуру стюарды проводят всем сотрудникам предприятия. Далее гостям показывают производственные цеха, места общего пользования, проверяется наличие средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов, а также соблюдается ли рабочими социальная дистанция. В порядке должны быть и регламентирующие документы, стандарты работы в период пандемии. Первоначальные шаги, конечно, они определенные моменты имели, сложные, но мы разобрались с ними. Нам Роспотребнадзор Серпуховский подсказал и оказал помощь, где что, чего и как правильно взять для того, чтобы добиться максимального эффекта. Ну и совместными действиями вместе с администрацией, Роспотребнадзором и руководством предприятия, службами, как бы мы пришли к желаемому результату. В самый опасный период распространения коронавирусной инфекции руководство предприятия приняло решение о временной приостановке производственной деятельности. Сейчас завод входит в обычный трудовой режим, соблюдая все необходимые меры безопасности. Каждые две недели 10% от общего количества сотрудников предприятия будут проходить тестирование на COVID-19. Списочный состав сотрудников – около 500 человек. На данный момент работают чуть более 300 человек пока. Оценка в условиях сегодняшнего дня – это здоровье людей, здоровье персонала. И сегодня мы убедились, что руководство предприятия целиком и полностью озабочено именно этим вопросом. Не только производственным процессом, но и тем, чтобы их персонал был здоров. Поэтому им за это спасибо. На предприятии есть недельный запас средств индивидуальной защиты. Период возобновления трудовой деятельности на 250-м заводе ЖБИ проходит в соответствии с принятыми стандартами. А значит, чрезвычайных ситуаций возникнуть не должно. Сотрудники администрации продолжат инспектирование производственных предприятий в Серпухове. Многофункциональный центр в Серпухове начал принимать с посетителей. Пока по предварительной записи и с рядом ограничений. В связи с пандемией коронавируса в офисах на Борисовском шоссе и в поселке Большевик предоставляется 7 услуг для юридических лиц и предпринимателей. Это услуги Росреестра, выписки ЕГРН и архивные справки. Будет осуществляться работа по предварительной записи. Это будет осуществляться через колл-центр, где наш специалист будет назначать время, выдавать определенный код и одномоментно проверять, будет база данных, проверять данного человека на коронавирус. В многофункциональном центре для защиты посетителей от заражения коронавирусом приняты все меры по профилактике. Установлены специальные экраны, бактерицидные лампы, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. При входе измеряют температуру электронным термометром, а также выдают медицинские маски и перчатки. В основном офисе на Борисовском шоссе, где мы находимся, это 15 окон. Это паспортный стол, водительское удостоверение, выдача и 10 специалистов, которые будут осуществлять прием по предварительной записи. И также три окна будут работать в поселке Большевик на те же услуги. Население 65 плюс, мы не будем осуществлять прием. В Серпухове прием граждан ведется в двух офисах на Борисовском шоссе 17А и в поселке Большевик по улице Ленина 110. Подать документы на предоставление услуг можно будет по предварительной записи. Для этого необходимо позвонить по телефону контактного центра, который вы видите на экране. Запись ведется ежедневно без выходных и праздников с 8 утра до 20.00. Украли из магазина алкоголь, газированную воду и конфеты. В супермаркете Аболенска была совершена кража. В итоге злоумышленники были задержаны и пойманы с поличным. Подробности прямо сейчас. Украл, выпил, в тюрьму. Фраза из легендарного советского фильма «Джентльмены удачи» точь-в-точь напоминает кражу из супермаркета, которая произошла в поселке Аболенск. На камерах видеонаблюдения со склада магазина отчетливо видно, как трое мужчин выносят алкоголь, газированную воду, после чего скрываются с места преступления. Злоумышленников полиция Серпухова задержала оперативно. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и по месту проживания задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. В ходе обыска в их квартире обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Один из задержанных, бывший сотрудник этого супермаркета, на данный момент безработный на допросе свою вину признал сразу. Ранее уже был судим за кражу, сбыт наркотиков и разбойное нападение. О том, что совершает очередное преступление, понимал отчетливо. Как сам признался, хотел помочь своим подельникам и предложил награбленное отнести к себе домой. Я понимал, что это незаконно, но они меня попросили, что меня-то кушать тоже хочется. Они меня попросили из-за того, что они мне дадут поесть. Но они в итоге с вами расплатились или не успели? Ну, мы поесть, покушали, вот рот мы заварили, поесть, поели, выпили рот. По две стадочки. И тут как раз в улице. Этот подозреваемый тоже бывший сотрудник магазина. Поэтому где и что лежит, прекрасно знал. В итоге злоумышленники украли 24 бутылки алкоголя, еще 6 газированной воды и конфеты. Чукл-пай, слава, просто. От того, что делать нечего было. А водку и слава, потому что выпить хотел. Злоумышленники при увольнении супермаркета незаконно завладели ключами от склада магазина. На данный момент в отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведется следствие. С европейским комфортом пешком и на автомобиле. В Серпухове приступили к ремонту дорог и тротуаров. За счет субсидий Министерства транспорта Московской области обновят 34 участка. Работы ведут с соблюдением санитарных мер безопасности. Самые масштабные работы сегодня ведутся на улице Захаркина. Здесь от Чернышевского до Ленинского комсомола завершается ремонт тротуара. Готовится к асфальтированию два больших парковочных кармана. Приводится в порядок и проезжая часть. Остается буквально 50 метров и мы завершим работы по асфальтированию тротуара. В дальнейшем будем устанавливать бордюрный камень дорожный. Мы идем по графику, мы не выбиваемся из графика ни на день. То есть объем большой, но будем стремиться. Естественно, до 15 числа мы закончим все работы. Улица героя защитника Подмосковья Ивана Захаркина свою вторую жизнь получит в год 75-летия Победы. Спустя месяц этот уголок, пожалуй, будет одним из самых красивых в городе. И проезд, и прогулки будут комфортнее и безопаснее. Это обещают дорожники. Продолжаются работы и на улице Дзержинского. Идет замена бортового камня, уже отремонтирован тротуар. Это все губернаторская программа дороги Подмосковья, в рамках которой министерство транспорта выделяет средства как муниципалитету, так и МОС Автодорну. А там, где дороги и дворовые территории еще не подлежат капитальному ремонту, предстоит плановый ямочный. В округе уже оцифровано более 2500 повреждений асфальтового покрытия. Комбинат благоустройства приступил к плановому ямочному ремонту. В день мы ремонтируем порядка 60-70 ям. Дорожники заверяют, что все намеченные на этот год работы будут проведены качественно и в срок. Чтобы дороги городского округа и жителей, и его гостей только радовали. Ни для кого не секрет, что при установлении теплой и сухой погоды резко возрастает угроза возникновения пожаров. Горит трава, леса, гибнут зеленые насаждения и дикие животные. С 30 марта в Московской области действует особый противопожарный режим. В этот период увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Но работы у пожарных подразделений меньше не становится. Пожарно-спасательная служба «Серков Максимов». Что у вас случилось? С момента поступления тревожного сигнала до выезда машины проходят считанные минуты. Каждое движение огнеборцев отработано. Время – одно из важнейших составляющих их эффективной работы. Ежедневно, согласно строевой записке Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона, на боевое дежурство заступает порядка 100 человек пожарных и спасателей, а также 19 единиц техники. На территории Московской области постановлением губернатора Андрея Воробьева введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигать мусор и сухую траву, а также разводить костры, в том числе и на приусадебных участках. В противном случае любителей зажечь ждут санкции. Административные штрафы накладываются на граждан от 2 до 4 тысяч, а на должностные от 15 до 30, на юридические от 200 до 400 тысяч рублей. Однако случаи возникновения пожаров на территории городского округа имеют место быть. С 1 мая по 24 мая на территории городского округа Серпухов зарегистрировано 50 пожаров. Из них 17 пожаров зарегистрировано, это случаи горения сухой травы, 22 случая возгорания мусора и 11 пожаров на объектах. Также за прошедший период погиб один человек, это пожар в хозяйственном строении близ деревни Борисова, район СНТ-Маяк. В ходе пожара был обнаружен обгоревший, сильно обгоревший человеческое тело, личность и пол, который на данный момент останавливается. Также пострадало 2 человека. Это пожар 2 мая на улице Калужской, дом 35. Пострадал мужчина 44-го года рождения, который доставлен с места пожара в подольскую городскую больницу, находится на лечении. И женщина 39-го года рождения находится в больнице города Портвино. Человеческая жизнь – вот плата за беспечность. Огнеборцы напоминают, что при обнаружении пожара нужно действовать незамедлительно. Если очаг возгорания небольшой, сбить пламя ветками деревьев, забросать песком, залить водой. В том случае, когда пожар случился вблизи жилья, нужно быстро вызвать спасателей по телефону и покинуть опасное место. С основными причинами пожара является это неосторожное обращение с огнем, аварийные режимы работы электросети, электрооборудования бытового, а также нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Вот уже несколько недель в районе деревни Паникова стоит обгоревший каркас в прошлом хорошего автомобиля. Причина возгорания на данный момент устанавливается. И счастье, что в его пламени не погибли люди. Куски обгоревшего металла в поле, как олицетворение, знакомые с детства истины. Огонь не игрушка. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Следите за нашими новостями в сети интернет. На нашем сайте otvmedia.ru, на официальном сайте администрации и в социальных сетях. Всего вам доброго. Оставайтесь дома и будьте здоровы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии Парсек Это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке, натяжные потолки от студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.